Должен наверняка впечатлить, хотя ситуация турнирная, наверное, не лучшим образом складывается, но пока не закончен турнир, не закончена и спортивная интрига, все мы это хорошо и давно знаем. Ну что ж, друзья, по-прежнему ждем, пока появятся команды на поле. Пока что покидают футболисты Венфики, они здесь в кружок собираются, футболисты Севильи, в другом немножко настроении, но появляется уже туринский Ювентус, привыкаем только к новому, конечно же, антуражу и совершенно новая форма, как мы знаем, у туринского Ювентуса. Та самая форма, в которой теперь играет Криштиану Роналду. Все вы видели бесконечные мемы про то, как футболку мадридского Реала можно легко с помощью там изоленты и каких-то подручных средств переделать запросто в форму нынешнюю Ювентуса. Так уж все получилось, да и технический спонсор один и тот же. Но, видите, юношеский турнир, много эмоций, слишком много, чтобы их можно было моментально убрать с поля вместе с игроками, поскольку сейчас футболисты Ювентуса появились, футболисты Севильи еще не до конца покинули, и футболисты Бенфики прямо передо мной проходят сейчас, чтобы покинуть пределы поля, и уже появляются футболисты Зенита на сегодняшний матч. И совсем скоро поймем, как будет проходить сегодняшний матч, но прежде всего, в каком составе выйдем на сегодняшний поединок. Ну и Дмитрий Васильев, собственно, главный тренер команды, вместе со своими подопечными появляются уже на поле. Ну и только что кто-то из футболистов, проходящих мимо Бенфики, любезно прикатил мне мяч. Это, наверное, вполне естественная история. Ювентус сегодня в белой форме, и, конечно же, команда наверняка из перспективных футболистов стоит, это уж очевидно, Академия Ювентуса очень серьезное место занимает вообще в футбольной иерархии, очень часто называют воспитанниками Ювентуса тех людей, кто провел совсем немного времени в клубе. Но сейчас, конечно же, видим мы, что много молодых ребят, действительно, собираются они со всей Италии, как, впрочем, со всей Италии порой и занимаются, в общем, люди и болеют за Ювентус с детства, и для кого это не секрет. Зенит, кстати, сегодня в форме формата прошлого сезона, если говорить о Зените, который принимает сегодня Ювентус в желтой форме вратарь, в лазурных футболках, темно-синих трусах, темно-синих гетрах выйдут сейчас совсем скоро на поле. Тот самый нежный возраст 15 лет, когда, как многие тренеры говорят, становится понятно, насколько готов молодой человек продолжать свою футбольную карьеру, насколько готов он действительно делать следующий шаг, и, соответственно, потом бороться уже за место в составе. Понятно, что в Зените несколько проще пробиться в большой футбол, вообще, в принципе, из Академии Зенита. Необходимый минимум всегда воспитанники Академии соблюдают, поэтому у них, конечно, находятся всегда варианты предложения. Но сейчас мы видим, что, конечно же, в том же Ювентусе, хотя принято, например, Доменика Кришета легендарного уже для Зенита футболиста считать воспитанником, в том числе Академии Ювентуса. Он там провел несколько лет, его потом даже перекупали, но заиграть в старой сеньюре ему не удалось. А что касается, конечно, многих воспитанников Зенита, то тоже они чаще всего выступают нынче в Премьер-лиге, но в других командах, хотя их вообще еще много. И когда Зенит встречается с разными клубами в РПЛ, очень часто, как вот совсем недавно даже, с тем же Уралом, бывшие игроки, по крайней мере, условных второй команды, молодежной, они все равно появляются. Тот же Юрий Бавин, хоть он и не воспитанник, но успел побывать в Зените 2, это тоже система Зенита, как ни крути. А есть и те люди, которые в полной мере могут считать себя воспитанниками петербургского футбола. Кружок собрались зенитовцы, и вот вы сейчас слышали общий такой боевой крик, с которым подбодрили себя и выйдут совсем скоро на поле. Ну и плюс ко всему, хотелось бы уже посмотреть, как и что будет сегодня, в каком виде вообще будет проходить противостояние. Наверняка понятно, что многие еще живут где-то в какой-то степени прошлом, и, наверное, ждут прежде всего оборонительного футбола к Ювентусу. Это давно уже не так, просто даже по той причине, что Ювентусу совсем не досуг играть футбол оборонительный в тот момент, когда нужно, безусловно, бороться только за самые высокие места, как ты доминируешь в любом случае в своем чемпионате. Ну и марш блантера, все как обычно, появляются команды на поле. Приветствуют друг друга, и, конечно, ну рефери сегодня русские, это обычное вполне явление, ну и занимают места в воротах, теперь видно уже, что ворота, похоже, слева от моей комментарической позиции, хотя нет, по-моему, еще жеребьевки-то не было, не решили, кто на какой половине поля будет выступать. Сейчас, наверное, совсем скоро в этом разберемся. Ну и давайте ознакомимся, наверное, с составами команд. Что касается Ювентуса, то здесь Андре Матеано, Басо Палмиеро Джан Доминика, Бивилла Куа Леонардо, Андре Банетти, Андре Феррарис, Фюмано Филиппе, Джорджелли Николо, Джорджи Джованни, Лофрано Стефано, Лучези Лоренцо, Маро Вильям, Фабио Миретти, ну здесь, видите, фамилии первыми идут, Мулацци Габриэля, Николас Оливето, давайте переставим все-таки в традиционной манере какой-то, Лоренцо Петронелли, Лучано Писапиа, Петро Сайо, Валентино Сальдуччо, Николо Савона и Рикардо Туриччо. Это стартовый состав команды Ювентус. Ну не стартовый, вообще весь состав, вся заявка. Сейчас разберемся, кто где играет. Ну и к нашей команде тоже перейдем. У нас здесь Богдан Ведерник, Владислав Халманских, Александр Емельянов, Данил Зайцев. Ну и, соответственно, ну, в общем, много довольно игроков. Совсем скоро с ними разберемся, кто и какое место занимает на поле. С центра поля будет разводить Зенит. Ворота, как мы предполагали, Ювентуса слева. От нашей команды адской позиции работаем мы прямо с поля. Самых, что ни на есть, условиях, удобных. Ну и, в конце концов, перепасовка. Передача назад. И, соответственно, передача вперед. Вот сразу на шестого номера Ярослав Михайлов. Сейчас быстро разберемся, кто где на какой позиции играет. Ювентус сразу включает прессинг. И, естественно, впереди седьмой номер. Ясно, что нет никакой здесь зависимости от того, играет ли нынче Криштиан Роналду под седьмым номером в основном составе Ювентуса. Но примерно на той же позиции. А как-то с возрастом мы знаем, что Криштиану все больше в центре обычно играет. Точно так же под седьмым номером здесь играет и у Ювентуса. Человек примерно с той же позиции, под тем же номером. Четвертый номер. Капитан команды гостей сейчас. Это Валентино Сальдуко. Пас на левый фланг. И атака проходит, заканчивается тем, что мяч возле лицевой линии, оказывается. И, соответственно, контр-выпад правым флангом у Зенита. Честно, давно не помню, чтобы доводилось смотреть футбол настолько с прямой позиции. Но это вполне естественно. Буквально на линии, знаете, здесь позиция такого лайнсмана. То место, с которого мне доводится сейчас смотреть футбол. И здесь вот сразу же нарушение правил. Понятно, что сегодня вообще день таких южных команд. Только Зенит где-то, нордический колорит футбола более, что ли, сдержанного. Ну и вообще поведение, темперамент тоже представляет. Хотя понятно, что все это условности. Никому не секрет, что петербургский характер тоже порой очень взрывной. И люди в городе нашем очень чувствительные. Тоже ни для кого не секрет. Мячом сейчас футболисты нашей команды. Передача вперед от Виктора Камринькова. Там дальше борются за мяч на своей половине поля. Зенит Данил Зайцев. А там дальше... Данил Зайцев, прошу прощения. Это два разных совершенно имени. Передача еще одна назад следует. Влади пока мячом на своей половине поля. У нас сегодня не супергигантские, прямо скажем, таймы. По 20 минут. Два из этих 20 уже... Две, соответственно, прошло. Сейчас в опорной зоне Ярослав Михайлов. Он чаще всего здесь находится. Передача на левый фланг. Здесь прием мяча. И сразу попытка вперед сделать пас, но не очень точно. Богдана Ведерникова. Там дальше уходит мяч в аут. И будут вбрасывать из-за боковой уже Юве. Тут здесь под 14 номером Габриэля Мулацци. Ну, видите, все очень итальянские фамилии. Типичный-типичный. Это же какой-нибудь итальянский темпераментный фильм. Хочется вспомнить лишь что-нибудь в этом роде. Но, к сожалению, большому взрослому Ювентус выглядит совсем иначе. Если все-таки в Зените русские, российские имена и фамилии, это вполне себе в порядке вещей, то Ювентус... Сильный Ювентус, как правило, состоит в основном из легионеров. Хотя, вот видите, как все возвращению Бануччи радовались в этом сезоне. Ну, многие радовались. Многие, конечно, после ухода в Милан на возвращение воспринимали его. Ну, вы помните, как это бывает. Да, история Владимира Бустроуна, например, всем хорошо, памятна. Из-за боковой вбрасывают футболисты Юве. Форма почти что белая. И столько же с небольшими черными полосками. Но вы знаете, что одно из прозвищ Ювентуса, это не только старый сеньор, но это уважительное прозвище. Есть еще и такое моложавое. Это, конечно же, зебра. И вот, конечно, нынешняя форма в большей степени соответствует этому слову. Передача вперед. Пас на восьмого номера. У нашей команды... Это Филипп Богданов. Там дальше еще одна передача направо. Тут у меня своеобразный весьма протокол. Не все и не всегда сразу поймешь. Но это же лишь подчеркивает колорит сегодняшнего матча. Многое написано от руки. Многое, что называется, из самого жерла событий. Поскольку вот сейчас наконец-то получается атаковать флангом. Еще одна передача напрашивается в центр. Но затем пас на левый фланг получается. И заканчивается все тем, что... Мяч остается у Зенита. А вот сейчас уже уходит за пределы поля. Атака правым флангом. И во многом начал ее уже наш седьмой номер. Кирилл Христухин. Ну и сейчас начинается попытка, по крайней мере, выхода из обороны. Тут доводилось присутствовать на лекции в Академии... Представители, вернее, Академии Барселоны. В Академии Зениты. Там много чего рассказывали. Интересно. Думаю, что философия, конечно, игровая, футбольная, несколько иная у Ювентуса, чем у Барселоны. Мало в чем они совпадают. Но некоторые, конечно, понятия точно есть. По крайней мере, современный этот шарм футбола. Только группа атаки, только группа обороны. И ничего больше. Все это в тех или иных выражениях прослеживается. Но тем вернением атакует Ювентус. Снова пас на капитана. Тот делает передачу на левый фланг. И вот здесь отсюда можно посмотреть. Удар поворотом. И забирает мяч в руки галкипер Зенита. Вот первый по-настоящему трудный момент для Владимира Павлова. Галкипера команды. Ну, им всем почти по 15 лет. Она, в принципе, команда 2003 года. Понятно, что кому-то просто может еще не исполниться. Но у нас лето, середина. В общем, года. Там есть целые разные методики развития людей, родившихся в конце года. Там в какие-то холодные времена. А те, кто родился летом, доводилось разное слышать. Не уверен, что это прям настолько уж важно. Вот сейчас перехват мяча. Пас хороший вперед. Филипп Богданов отдавал на Владислава Халманских. А вот сейчас перехват. И правым флангом атака Ювю падает. Отдает мяч вперед под 20-м номером Андре Феррарис. Много разных итальянских футболистов. Мы знаем, у которых Феррари, Феррарис и похожие фамилии. Вот сейчас Феррарис прямо передо мной. Как раз оказался на газоне. Сейчас ждет, конечно, свистка от арбитров. В конечном итоге он звучит, но уже ближе к центральному кругу. Пока все, прямо скажем, не очень здорово складывается у футбольной команды Ю-15 Зенитовской. Просто вот в данный момент не очень сложился результат. Мы вот, в общем, говорили о том, что поражение в первых матчах у, собственно, того дивизиона, где выступают 15-летние, больше команд вообще как таковых. Исторический турнир в памяти Юрия Андреевича Морозова, он, в общем-то, проводится среди команд 15-летних игроков. Ну вот, Хику проиграл Зенит в самом начале. Потом Олимпиакосу все оба раза со счетом 1-2. И с таким же счетом Атлетику из Бильбао. Так что, в общем, старт, сами понимаете, не задался, откровенно говоря. Ну и потом сейчас, конечно, шансов выйти в финалы, в полуфиналы нет никаких. Там за 10-е и 9-е места бороться, конечно, не очень приятно для Зенита. Но раз на раз не приходится. И самое главное, мы отлично понимаем, что в 15 лет результат еще не настолько значим для команд. Ясно, что массу разных процессов проходят футболисты в этом возрасте. Кстати, Зенитовцы пока друг друга не распихивают. Вот у игроков Ювентуса несколько раз было такое, что не могли поделить мяч. А то, что мы наблюдаем сейчас у футболистов нашей команды, чуть более академично выглядит. Понятно, что настроились на вот этот поединок. Один из заключительных вообще Зенитовских команд на этом турнире. И вот сейчас удар по воротам, но блокируют. И затем еще один прострел уже от Богдана Ведерникова. Там мяч застревает, но ненадолго. И можно правым флангом начинать атаку. В обводку идет, смещается по центру седьмой номер, о котором мы уже говорили. Лоренцо Петранелли. Местный Криштиану чем-то и прическа своей напоминает. И манерой двигаться. Юный, совсем молодой футболист. И вот сейчас по центру пробует выйти Зенит. Но разумным образом использует фланги. Ювентус не будет слишком дергаться. Он просто это и не умеет. Эта клубная философия нам хорошо знакома. Многие помнят 10 лет назад, как Зенит впервые сыграл в Лиге Чемпионов. И, конечно, первым делом попался на Ювентус. Ничего такого сверхособенного не показывали футболисты команды Туринской прославленной. Но в нужный момент поймали буквально долю. Даже не ошибки и даже не потери концентрации. Просто долю раскрытости поймали. И единственный мяч, собственно, Александр Дель Пьеро забил. Тем временем атака команды нашей. Одинственный номер проходит по флангу. Даниил Зайцев заканчивается с тем, что мяч уходит за пределы поля. И удар будет от ворот в исполнении галкипера гостей. Николас Оливетто защищает ворота. Понятно, что первый номер обязывает. Даже несмотря на то, что самый знаменитый, наверное, в новейшую штучную историю Ювентус. А может и во всей тот самый Джан Лидж Буфон. Ясно, что его уже не в команде уехал. Он в Париж решил новый виток, как многие шутят на старости лет, предпринять. Но я думаю, что примером он останется еще очень на много лет для всей своей команды. А сейчас уйдется хщенственная первая галкипера в основном Ювентуса, если кто-то забыл. Десятый номер с мячом. Ронни Михайловский. И затем дальше передача по центру. И вот еще на левый фланг Зайцевой. Вот здесь можно попробовать уже сместиться и пробить. Стили Робана. Удар хороший. Но выше перекладины. Первый по-настоящему вот настолько острый выверенный момент. И довольно раскованно, кстати, провели эту атаку зенитовцы. Понятно, что мы увидим совсем другую Ювентус. Даже 15-летний Ювентус будет совершенно иным, как только мяч в их воротах побывает. А хочется верить, это все-таки сегодня с помощью дисциплины и собранности, и отчаянности должно произойти перепасовка. Там Ярослав Михайлов передачу делал в Кацане. В конце концов, футболисты Юве перехватили мяч. И у нас уже идет 10-й минуты матча. Почти половина первого тайма завершена. Принимает на правом фланге мяч и уходит буквально в самую линию. Человек, о котором мы уже несколько раз говорили, Лоренцо Петранелли. Там дальше получает удар по ноге. Перехват. И атака уже по центру у «Зенита» должна получиться. И затем дальше мяч прилетает в центральный круг. Но вы сами слышите, да, слышите ремарки Дмитрия Васильева. Слышите о том, что надо играть надежно и должен быть подсказ. Ну, простые слова, ключевые, которые, в общем, определенные системы сразу заставляют включить футболистов. Вот удар, попытка удара по воротам, но не самая, честно говоря, ситуация удобная. Не самый могучий получился залп. Затем передача в штрафную площадку. Мяч укатывается на линию. Оставить его нужно и попробовать до последнего довести до удара. Прострел и мяч укатывается уже за пределы поля. Было похоже по ситуации, потому что сутолока было похоже на угловой. Но закончилось тем, что удар от ворот будет наносить у Леветто галкипер Ювентуса. Ну и посмотрим, удастся ли в какой-то момент показать действительно максимум с точки зрения своих возможностей. Зениту, поскольку пока еще только раскачивается команда, да и Ювентус, в общем, откровенно выглядит пока довольно сдержанно. Вполне в таком традиционном итальянском стиле. Техника, конечно, ощущается передача, но точно получилось в колени зайца. Он перехватил мяч, еще и сам пошел и добраться до мяча нужно и пас точный сделать. Все получилось как надо. Еще передача вот на девятого номера. Здесь дальше Владислав Халманских можно попробовать еще правым флангом атаку поддержать, но там уже все перехвачено. Перепасовка есть. У Ювентуса, конечно, есть и ощущение уверенности и спокойствия. Это важно. Затем дальше пробуют пойти вперед, выходя со своей половины поля, опять же, очень неспешно. Капитан команды все время держит мяч. Валентино Сальдуччо, такой классический, вполне себе классический, опорный итальянский. И Риджиста, как любят говорить, хотя я, честно, без всякого доверия и грандиозного уважения отношусь ко всем этим итальянизмам. Но у нас просто некоторые молятся на эту систему итальянцев. Считается, что Риджиста чуть ли не самый опытный должен быть игрок в команде и самый думающий, самый эмоционально зрелый. Об этом очень часто говорят, рассуждения на эту тему существуют. Комплекс верований философских, ну, это отдельная история. Тем временем атака очень опасная. 14 номера как много на себя взял в этой атаке, рвавшийся под центру. Затем удар по воротам спасают здесь уже зенитовцы. Справился в этой ситуации Павлов. Ну и заканчивается все тем, что будет выброс из-за боковой у Ювентуса. Затем мяч опускается на газон. Сразу же здесь вот в борьбу на лицевой. С рикошетом мяч свечой завис. Отбивают защитники недалеко. Всей командой обороняется сейчас зенит, потому что отлично понимают реальные возможности соперника. И вновь 14-й Мулацци Габриэля получает мяч. Передача, очень острый момент и 1-0. Мы неспроста отмечали этого парня. Лоренцо Петронелли выводит Ювентус вперед. Вновь как-то все не очень здорово. По счету, по крайней мере, пока. И вот сейчас на исходе 13-й минуты. Получается, что вперед выходят футболисты Юве. Смотрим еще раз. Поборолись за мяч. И в касание, ну, очень красиво, конечно. Очень зрелым ударом уложил Лоренцо Петронелли. Ничего ужасного пока нет. Еще целый тайм впереди. Да и значимая часть этого тайма. И этот мяч, конечно, должен встряхнуть. Хотя, в принципе, зенит смотрелся довольно раскованно. Но понятно, что здесь перейден в эмоциональном смысле болевой порог. Нужно иногда взбодриться. И просто после этого еще более бодро проводить атаки. Вообще-то игра получалась поначалу зенита. Не сказать, что Ювентус какие-то неразрешимые задачи ставил. Просто здесь реализовался класс. Но это не значит, что на таком уровне по умолчанию Юве должен быть выше классом, чем зенит. Вовсе нет. Я думаю, что класс истинный этих игроков вообще никто сейчас еще не поймет. Перепасовка. С мячом. Шестой номер. Ярослав Михайлов. Затем дальше передача на правый фланг. Атаку можно здесь уже начать. Еще одна передача. Пас по центру. Многое сегодня идет. И через восьмого номера у зенита, конечно же. Филиппа Богданова. Затем дальше мяч отскакивает. Передача вперед. И развернуться можно сразу попробовать пробить. Но это легко, конечно, советовать в данном случае. Не очень-то удобно было Владиславу Халманских. Но потом, в конце концов, перехват Ювентуса тяжело выходить из обороны Халманских. Продолжает перстинговать. Заставил понервничать сейчас второго номера Ювентуса. Рядом с ключом находившийся Лоренцо Лучези. Да, Лоренцо Петранелли, еще раз напоминаю, забил пока единственный мяч. Но смотрелся здорово по первым минутам. В общем, настоящий центр форум. И вот какой пас пятка удар. Великолепный гол. 1-1. Зенит сравнивает счет. Но вот моментально получили этот самый эмоциональный удар. Была возможность проявить себя. И Роня Михайловский сравнивает счет. 1-1 в поединке Зенита Ювентуса. О чем мы сразу же и сказали. Взбодрились. Больше раскованности. Великолепная комбинация. Но просто одно удовольствие было наблюдать. Особенно пас в касание пяткой впечатлил вот наибольшим образом. Очень здорово получилось. И, конечно, еще будем даже потом уже после турнира наслаждаться. Я думаю, по второму этого эпизода уже больно ярко все вышло. Именно так, как надо. Но думать об этом некогда. Потому что Феррарис получает мяч. Уже не первый раз теряет равновесие в сегодняшнем матче. 20-й номер Юве. Затем дальше борьба за мяч. Вот здесь нарушение правил. Ох! Сразу эмоции. Юношеский тестостерон взлетел где-то в воздух. Ну, здесь досталось действительно оказавшемуся на газоне пятому номеру Богдану Ведерникову. Ну, плюс ко всему, начали здесь еще и протестовать футболисты Юве по этому поводу. Ярослав Михайлов. Передача направо. Принять нужно мяч и попробовать сразу. Ну, понятно, что отличившийся здесь ироний Михайловский. Никто, в общем, почти никогда не получает 10-й номер случайно. В футбольной жизни нашей вообще, наверное, за последние уже не знаю сколько лет. И если даже игрок и не атакующий, он должен быть особенным. Так уж повелось. Либо очень многообещающим, как мы знаем. Вот сейчас передача вперед, по правому флангу слишком далеко не удалось мяч удержать. И вот сейчас на всякий случай выбивает Валерий Мурзаков. Или Мурзаков, возможно, правильно выбивает мяч за пределы поля. И нужно продолжить игру. Кстати, подсказываю, что мяч нужен другой. Пободрее, покрепче, по накачанию. Недовольны оказались. И подсказал в данном случае один из заметных игроков Габриэля Мулаци по первым минутам. Ну и посмотрим, что будет дальше. Из-за боковой вбрасывает Ювентус. У них пока все по плану. Уверен, что никоим образом пропущенный мячик сильно не смутил. Хотя, я думаю, от своих тренеров успеют что-то услышать. Наставник очень эмоционален. Юви рядом, находящийся с нами. Он, конечно, тоже многое уже успел сказать. Пауло Бенуато. Сегодня руководит командой. Классический итальянский тренер внешне. Более артодоксального облика. Невозможно представить. А вот Михайловскому достается сейчас. Автору пока единственного забитого зенитовцами мяча. Держится за лицо. Ну и, наверное, после этого можно будет поговорить, наверное, впервые сегодня о первых серьезных штрафных санкциях. Ну, как-то мы особенного количества желтых карточек не видели. Что не отменяет того, что у судьи, конечно же, они есть. Будем наблюдать, чем все это закончится. Сейчас передача вперед следует. Ярослав Михайлов направо. И дальше продолжить атаку надо попробовать. Но там натыкается, к сожалению, футболист Зенита на вот эту бело-черную преграду. И в конце концов мяч уходит за пределы поля. Зрители сегодня есть. Вообще ажиотаж огромный сегодня возле Академии. Большое количество людей пришло посмотреть просто даже футбол. Не только поболеть за своих детей. Ну и, в принципе, уникальное событие, уникальная возможность. Кто из нас с вами знает. Ведь мы, возможно, этих игроков, в том числе выступающих в Зените и в Ювентусе, и потом будем наблюдать на совсем другом уровне взрослым. А именно сейчас здесь, в 15 лет, уже становится понятно, кто может идти дальше. В 15 лет в сервенном футболе уже люди дебютируют на высоком уровне. Вспомните Бельги, вспомните Ромелу Лукаку, который в 15 лет уже огромным лосьом был забивавшим на высоком уровне. Вспомните Мартина Эдегора, у которого, правда, дальше не очень получилось. Но это пока. Вот атака передачи Ведерникова вперед. Там в касаниях Алманских. Еще дальше пас. Пас. И как жалко, что сразу не получилось мяч принять. Но все равно поборолся Михайловский. Однако дальше прессинг продолжается. Здесь же Зайцев рядом на левом фланге. Постоянно его бороздит. Да и моменты у него были очень похожие по конструкции на то, что мы видели, к примеру, каких-нибудь Франко Рибири и Арины Робана. Извините, такие банальные примеры. И оба из Баварии в лучшие годы. Но первое, что приходит на ум, а тем временем атака. И вот Петранелли, автор пока единственного забитого мяча в атаку, воспользовавшись легкой раскрытостью Зенита, пытается идти там дальше. О, хорошо пяткой оставлял. Но разгадал всю эту ситуацию наш голкипер. И справился совсем Владимир Павлов. Хотя тревожно сейчас было. И, конечно, пас пяткой, если бы дошел, который давал Гаврииле Мулацци, было бы все очень тревожно. Но сейчас Павлов пошел уже в борьбу. Ничего страшного. Он упорождение получил. Но это житейская вполне себе история. И надо продолжать, конечно же, в том же ключе, я думаю, Зениту. Сейчас вот под занавес этого первого тайма набрали ход. Чувствуется эмоциональный порыв. Очень правильный, конструктивный. Да и счет 1-1. Многие считают, особенно проповедники итальянского футбола, что 0-0 гораздо приятнее видеть на табло. Я с этим согласиться не могу. Мне кажется, что 1-1 по итогам первого тайма это намного лучше, намного приятнее. Да тем более, что мячи мы увидели очень красиво. Это важно. Это приятно будет вспомнить. Ну что, первый тайм завершен. 20 минут, как и обещали, прошло. 1-1. Напомню, что открыл счет у гостей их основной нападающей, сегодня берущей на себя много игры, Лоренцо Петронелли. Ну а счет удалось сравнять. Великолепные комбинации завершили атаку «Зенитов». С Ирони Михайловский отличился. И сейчас есть о чем подумать, о чем посовещаться. За этим мы будем тоже сейчас наблюдать в ближайшее время. Ну и перерыв, думается, все-таки будет. Хотя и не совсем гигантский. Самое главное, что, в общем, есть от чего отталкиваться. И заключительный матч очень хотелось бы провести на хорошем уровне. Небольшая пауза у нас совсем скоро. Продолжим наблюдать этот матч, пока счет в матче «Зенитов» и «Ювентус» 1-1. Сможете посмотреть, о чем переговариваются. Ну, кстати, надо признать, что «Ювентус», о чем переговариваются наши соперники. И довольно спокойно беседу проводят и тренеры «Зенита-2». Тем более «Зенита-2» у меня уже в машинальном мысли о завтрашнем мини-классиках, где «Зенит-2» сыграет со «Спартаком-2». Но в данный момент общаются и тренеры «Зенита». Ну и доводилось мне, как раз так получилось присутствовать на турнирах «Футбол», «Газпром», «Футбол для дружбы». Проходили они в городах, принимавших финалы чемпионата мира. Я был в Берлине и, соответственно, в Милане. И как раз наблюдал в деле Константина Ленева и команду также Дмитрия Васильева. В общем, конечно, с духом там все в порядке. С грамотным подсказом все нормально. Никакой попытки запугать своего подопечного. Абсолютно нет стремлений где-то пережать или общаться исключительно как с дрессируемым объектом. Это важно. Это правильно. И видим, что Юветус, кстати, очень спокоен. Просто так получилось, что до этого наблюдал Пиренейское дерби Бенфики и Севильи. И там совсем другое было. Тренер Бенфики просто потрясающим образом подпрыгивал в воздух и зависал там на долгое время. Но особенно, конечно, круто было наблюдать, как часто, заводя своих подопечных, португальские и испанские тренеры же, тут же потом кричали одно и то же слово. Но, как вы понимаете, на всех этих родственных языках, романских, итальянский, португальский, испанский, звучит примерно одинаково. Кальма. То есть успокойся. Ну и транкило. Да, соответственно, тишина. Но, вы же понимаете, никакой тишины и спокойствия быть не может. Может, это всего лишь попытка чуть-чуть убавить градус напряжения. А он, несомненно, присутствует. Ну и приятно, что «Зенит» сегодня играет в не менее, а то и в более созидательный футбол. Это, в общем, наверное, то самое, о чем мы говорили, что мы догадывались увидеть. Конечно, «Ювентусу» не нужно бросаться вперед, стримглав, и создавать гигантское количество моментов. «Ювентус» во все времена брал другим. «Ювентус» вообще, как команда с философией, понятно всем. Самый популярный клуб Италии. По всем закоулкам вообще необъятных «Эппинин» болеют за «Ювей». Это всем известно. Известны амбиции нынешнего руководителя Андреа Аньели. Неизвестно, конечно, как круто казался Массимилиано Олеговне. Макс, как его по-простому называют порой даже болельщики. В общем, даже не то, что вы против. Очень спокойный тренер. И, в конце концов, когда наставник работает долгие годы в своей команде, мы очень надеемся, что та же ситуация будет и у «Зенита». Верим, что Сергей Семак будет нашим предводителем. Просто, да, не знаю насчет скончания веков, но, насколько это возможно, долго. Конечно же, и клуб, и команды юношеские начинают перехватывать и перенимать некоторые черты, вне всяких сомнений, от своего подопечного, вернее, от своего предводителя, конечно, подопечный. Очень даже их набирают в большом количестве. Мы часто видели, как важно порой, если тренер спокойный, и тем, кто дальше по лестнице, тем, кто в академии работает, в молодежных командах, в юношеских, очень важно и наставникам соответствовать, конечно же, этому настрою. Сергей Богданович Семак очень интеллигентный человек, но те тренеры академии, которые сейчас в ней работают, они пришли гораздо раньше, и они всегда вели себя точно так же. Поэтому данный, я ненавижу слово «тренд», но как-то вот на вскидку не подберу более подходящего, понятного всем возрастным категориям слова, которое бы отражало в достаточной степени. Важно другое. Сейчас эта команда готова показывать интересный футбол. И играет она в схожей манере с тем, что мы видели, например, у «Зенита». Много импровизаций по первым матчам сезона при Сергее Семаке. Ну, а «Ювентус» есть «Ювентус», как ни крути. Клуб с великой историей, но и клуб, который, конечно, знает, что такое страдание в финале. Много раз играли в том же финале Лиги Чемпионов, выигрывали очень редко. «Ювентус» с мячом, теперь справа от моей комментарической позиции. Напомню, что работаем мы прямо с самого, что ни на, из поля. И видим, как пытается атаковать с первых минут, даже выходить с своей половины поля пытались футболисты Юви. А «Зенит» именно что атакует. Сразу же прижал соперника на половине поля. И вот сейчас передача следует на правый фланг. Отсюда нужно действовать дальше. И вот здесь Ярослав Михайлов влетал в штрафную площадку буквально на скорости. Закончилось все тем, что мяч прикатывается на правый фланг к второму номеру. Чуть реже мы его видели в первом тайме. Евгений Ким затем дальше. Снаряд прилетает на левую бровку. Ведерников оборолся, подтолкнул спину. Автор единства пока забитого мяча, если мало ли кто-то только к нам сейчас подключился. Лоренцо Петранелли сегодня открыл счет. Но он седьмой номер у, соответственно, итальянцев. Что касается «Зенита», то 10-й номер Рой Михайловский отличился. Ох, сейчас на газоне лежит после, по-моему, довольно стандартной, даже не подножки, а силовой борьбы. И готов только сейчас подняться на ноги. 11-й номер Джованни Джорджи. Можно ли представить себе более классическое итальянское сочетание? Это что-то вроде у нас, там, не знаю, Александр Иванов. Примерно так же в плане типичности. Принимает мяч на своей половине поля. Лоренцо Лучези под прессингом находится. Замены у нас тут тоже прошли. И Даниил Столяров, в частности, его сейчас прессингует. А вот перехват мяча. Замены, естественно, сделаны. Даниил Кузнецов. Передача вперед. Пас на левый фланг. Но перехват есть. Феррарес, который играл еще в первом тайме. Мчится вперед, очень такой темпераментный игрок. Нередко, как показалось, по отдельному пизоду способен покапризничать. Но в целом, наверное, мы не настолько много увидели футбола в его исполнении сегодня, чтобы делать подобные глобальные выводы. Закончилось свистком. Очередная попытка атаки. Да, ну, видите, замены тоже произошли. Ушел. В частности, вижу, что Николо Джорджелли тоже покинул поле. Один из игроков у бронетной группы. Сейчас посмотрим, что будет в итоге по факту. После этого штрафного стандарты для итальянской команды. Не то, чтобы это все, но это настолько значимая, сверхзначимая составляющая успеха любой команды с Аппинин, что все мы давно к этому привыкли. Удар будет прямой сейчас со штрафного. Что тот мне подсказывает? Не верю, что сейчас будет какой-то грандиозный розыгрыш с навесом. Ну, может быть, кто-то из партнеров будет подключаться. Ты мне, я тебе. И, в конце концов, кто-нибудь пробьет. Нет, прямой удар прямо со штрафного. Отбиваются довольно легко здесь зенитовцы. На левый потенциальный фланг атаки мяч прилетает. Видите, это не основной состав. Здесь можно играть и под 12-м номером. Поэтому Александр Емельянов именно с этими цифрами на спине вышел на поле. А вот сейчас сильный навес вперед от галкипера. Он остался прежним, как я вижу, у итальянцев. Николас Олеветто. Ну, менять галкипера вообще нет никогда суровой необходимости. Во водку пошел в стиле Зидана. Сейчас пытался сыграть у гостей Джованни Джорджи. Играет на левом фланге. И поэтому мы видим его чаще во втором тайме, поскольку местами поменялись обе команды. Из-за боковой вброс принимал ночь Данил Столяров. И там уже свисток прозвучал арбитра. Вот явно Джорджи сейчас получает какой-то подсказ. Сейчас я прямо слышу от тренера. Там дальше пробует восьмой номер уже пройти с мячом Матео Андреано. Затем дальше передача. А вот здесь перехват мяча. И пас, к сожалению, вообще в никуда получился. К большой, честно говоря, досаде. Потому что, как показалось, здесь-то можно было интересную контратаку провести. Пьетро Саи, например, пятый номер тоже много. И через него идет, как через любого думающего центрального защитника. Но с этим полный порядок и у Зенита. Передача по центру. Свисток прозвучал. Неужели игра рукой поменялась? Или действительно случилось в данном эпизоде? Сложно понять. Но главный итог понятен. Сейчас еще один штраф. Но из очень неприятной позиции мы с вами будем наблюдать. У нас 25-й минута матча идет. Это значит, что во втором тайме уже без малого 5 минут мы увидели. Это четверть всего времени, которое отмерено. Еще одна замена готовится у Зенита. Ю-15. Но совсем скоро мы увидим, кого заменит Евгений Пантелейчук. Но это чуть позже произойдет. Сейчас пока удар. Снова все те же неприятные, в хорошем смысле слова, лица. Рикардо Туричи, например, может пробить. Но нет. Все-таки тот, кто ближе к мячу оказывался, тот и пробивал Ювентуса. На левом фланге подбор. Продолжить бы атаку сходу не так-то это легко. Джорджи вновь берет на себя. Очень много сегодня атакует Джорджи. Подача в штрафную. Отбиваются защитники Зенита. Подхватить мяч. Сразу попробовать атаку начать. Ну, пробует, по крайней мере, это сделать Кирилл Хвистухин. Он в первом тайме на контр-выботах пытался себя проявить, как и большинство игроков Зенита. Но в позиционной атаке как-то получилось лучше. Все мы помним и долго еще будем вспоминать. Прекрасный мяч, забитый Роне Михайловским. Сейчас мяч прискакивает к центральному кругу. Поборолся здесь Александр Емельянов. И свисток арбитра звучит. Замену просит Дмитрий Васильев провести сейчас. Там Рикардо Туричи, 17 номер, нарушил правила. А, соответственно, здесь уже свисток-то прозвучал. Штрафной будет, ну, не с самой, может быть, опасной позицией возле центра поля. Чуть ли не в рамках центрального круга. А, это спорный мяч фактически сделал. Нет, чтобы выйти вперед, решили сохранить у себя футболисты Юви. Вот наш 17 номер совсем скоро появится. Но это будет следующая остановка. Перехват по центру, выбить бы мяч. Пас на Ведерникова в касании Евгения Кима давал. Там дальше можно попробовать, если только зацепиться за мяч, выйти вперед. Не получается. Опять этот настырный Лоренцо Петранелли. Действительно, игрок отдельных ситуаций, игрок момента. Может быть, не очень-то заметен в большинстве эпизодов. Но, в конце концов, когда шанс есть, получает свою возможность. Сразу создает жуткие неприятности. С мячом сейчас вновь футболисты Юви. Хороший навес вперед делает Лучези. Еще один дальше пас налево. Вот атака начинается. Пошел еще дальше. Много привлекает внимание Рикардо Туричи. Затем уходит за пределы поля. Ну, вы знаете, что стандарты разные у итальянских фамилий, например, отличаются сильно. Ну, вот замена по позиции. Как удалось сейчас подслушать, наверное, нам с вами. Появляется на поле вместо Богдана Ведерникова. 17 номер Евгений Пантелейчук. И такой подсказ от Дмитрия Васильева. Жека на его позицию. Но позицию придется занимать уже в полной мере позднее. Потому что сейчас розыгрыш стандарт. Это всегда жутко опасно. Капитан команды вновь подает. Разобраться Павлова нужно. Коснулся мяча кулаком. А здесь уже должны защитники помочь. И нарушение правил в атаке. Все здесь удачно сложилось в конечном итоге. Но, да, неплохо, будучи, в общем-то, опорником. Валентину Сальдуко. Сальдуччо, наверное, все-таки. Здесь нечто среднее. Два С. Или С. Если кому угодно на английский манер. Они, конечно, обычно иначе пишутся. Если там К, там должна быть буква Х. Ее здесь нет. Если Ч, то, соответственно, должна быть буква Ай. Или И. Кому как больше нравится ее. Тоже здесь не присутствует. Ну, в общем, будем считать, что он Сальдуччо. В любом случае, атака левым флангом. Прием мяча и потеря. Виктор Коврежникова. Затем дальше атака. Передача под удар. И вот сейчас будет тревожно. Залп вообще не удался никоим образом здесь. У Матео Андреано. Затем дальше пас направо. И можно атаку начать. И есть свободное, вроде бы, пространство. Относительно свободное. Чем пытался воспользоваться 15 номер Зенита. Рвался сейчас Данил Кузнецов. И заканчивается тем, что Аут зарабатывает Зенит. Явно нащупывают в большей степени свою игру сейчас уже. 29-й минуту встречи. Из-за боковой введут сейчас наши футболисты. Счет 1-1. Очень не хочется сегодня проигрывать. И самое главное, игра в целом идет. Есть от чего отталкиваться. Футболисты Цервена Звезда уже готовятся на свой матч выйти. Но это уже позднее. А пока перехват футболистами «Ивентуса». Феррарис по центру идет. Есть партнеры рядом. Передача точная получилась на девятку. Андреа Бонетти. И вот там дальше удар. Продолжает прессинговать. Рядом Бонетти. Известная фамилия футбольная. Но, понимаете, тут рассуждать о том, кто кому приходится родственникам, не приходится. Поскольку однофамильцы – это все-таки более вероятная история для Италии. Хотя, конечно, чаще всего продолжают все. И мы видим сейчас даже в Италии очень много известных футболистов, детей. Популярных, очень прославленных родителей. Там, где Франческо, много вообще можно разных примеров найти. Впрочем, и не только в Италии. В той же Аргентине. Игорь Симеон и его сын, соответственно, тоже успевший поиграть в Италии. Там себя проявить в юные годы. Это тоже хороший пример. Но об этом можно долго разговаривать. Тем временем передача поперечная. Прием мяча. И надо пойти по центру Юве. А нашим футболистам нужно бросаться. Вот передача вперед от Бонетти. Перехват. И принимает вновь мяч Садуччо. Капитан команды. Еще один последует. У нас готовится еще одна замена. У Зенита Виталий Чудеский скоро появится. Ну, а пока что... Пока что свисток. Ну, вот не уверен, что сейчас дадут возможность провести. Ну, очень этого не хотят. Футболисты Ивентуса получили штрафной. Хочется на кураже быстренько его разыграть. Пытаются это сделать, вопреки всем. С судейским рекомендациям. Но в итоге уже согласились, что после стандарта все произойдет. Но, однако, сейчас, конечно, футболисты Ивентуса еще пытались хитрить элементарным образом. История старая. Сделать вид, что не услышал свистка, не услышал слов судьи. Ну, и у мяча как разное Садуччо. Да, ответственность на себя брать не боится совершенно точно. Капитан. Есть в штрафной площадке несколько сразу вариантов. Передача очень была острая. Но принять и обработать мяч нормально у Габриэля Мулацци не получилось. В данном случае. Еще одна замена, кстати, готовится и у Ивентуса. Совсем скоро. Сможет выйти на замену шестого номера. Ну, и, наверное, вместе с ним. В какое-то время Стефана Лафрана тоже появится. Но вот сейчас, кстати, замена, да, следует. Даже у Ивентуса раньше. У нас она произошла все-таки чуть-чуть быстрее, да. Тоже замена по позиции. Опять фланги обороны освежаем. Вместо второго номера Евгения Кима вышел Виталий Чудецкий. Ну, и сейчас совсем скоро у Ювии будет двойная замена. Но это позднее. Сейчас перепасовка на своей половине поля у футболистов «Зенита». Можно игру нащупать сейчас. И вот атака следует. Хороший пас направо открывался. И долгое время там ждал мяча. И получил его, что, наверное, важнее всего. Передача в штрафную площадку. И там замкнуть бы кому-нибудь. Столяров был в хорошей позиции. Данил Кузнецов отлично открылся на фланге. Причем был там буквально несколько секунд. Это гигантское время. И почему-то никто из футболистов гостевой команды этого не заметил. Но сейчас будет подача, по-моему, углового. По крайней мере, все на это похоже. Но и подачи особенной нет. Решили разыграть передача. Кузнецов. Хороший пас штрафной. Еще пас. Но никто не смог пробить в этой ситуации. Хорошая была комбинация. С умом действительно стараются действовать очень интеллектуально. Тонкие движения. Все, в общем, в лучших традициях созидательных команд. У «Ювентуса» двойная замена произойдет чуть позднее, как мне кажется. Еще дальше передача по центру. Перехват футболистами «Зенита». Можно попробовать пойти вперед. Там Валентину Сальдуччо, как раз капитан команды, поучаствовал. В конце концов, «Ювентус» перепасовывается и разводит руками капитан Сальдуччо. Где же все парни? Надежно прикрыли футболисты «Зенита». Ю-15. В общем, действительно, очень зрелыми выглядят ребята. Особенно в «Юве». Так сразу не скажешь, что всего-то навсего тинейджеры, которым за совершеннолетие еще три года. Банальную вещь скажу, но всем хорошо известно. Причем Павлов галкипер «Зенита». Что-то начинается. Ну, сегодня довольно душно и при этом пасмурная погода. Поэтому, извините, если какие-то галлюцинации. Галкипер, конечно, все тот же самый. Леветто. Ну, а затем перехват мяча футболистами «Юве». Тут падают на всякий случай. Подача проходит. А вот сейчас будет очень опасно. Но удар не получился здесь. Принимал-то все правильно. Делал Матео Андреано, но не вышел. Просто конкретный удар. Сейчас замена будет у футболистов «Ювендуса». Совсем скоро увидим, кто кого поменяет. Во-первых, шестой номер, как мы уже анонсировали, появится. Учано Писапи. Меняет он девятого номера, между прочим, Бонетти, который довольно большую работу выполнял. И простор в атаке, конечно, конструировал тоже. И еще одна замена. Совсем скоро поймем, вместо кого появится девятнадцатый номер. Стефано Лафрано. Похоже, что еще одна замена по позиции. По крайней мере, так показалось. Вместо двадцатого номера Феррариса. Очень активного в первом тайме, во втором в том числе. И остается играть-то всего пять с небольшим минут. Я не думаю, что много добавленного времени мы увидим к этому матчу. Хотя в целом его все-таки добавляют здесь хотя бы. И посмотрим, как воспользуется этим временем «Зенит». Конечно, проигрывать жутко не хочется, но победить желание есть еще больше. И вот как раз вышший на замену. Сразу показалось мне, что это дерзкий парень Писапи. Делает передачу. И вот снова шанс у восьмого номера. Передачу вперед делает. Два вышших на замену. Пытаются пробить. Удар. И справляется Павлов. Молодцом сегодня. Никаких явных ошибок не было. Мяч, который ему забивали, взять было практически нереально. Там, конечно, борьба была проиграна в тот момент, когда дали возможность пробить. Но вот. Перехватывает снова. Сальдуччо. И там дальше поборолся. Зацепил его Кузнецов. И, конечно, Сальдуччо на всякий случай в лучших романских традициях поваляется. Подержится за ногу. Какого-то грубого удара мне показалось нет. С другой стороны, не буду обвинять Ювентус в ударах из-под тяжка. Это было бы просто наивно и как-то, знаете, постарчески деструктивно. Но грубые некоторые моменты можно вспомнить. И с их участием. Особенно вот Писак. Я только что вышел на замену. Сразу грубо так поборолся за мяч. И вот даже просто, когда он стоял на кромке, было видно, что парень не по годам. Какой-то маскулинный. Видно, что жаждет борьбы. А вот сейчас передача хорошая. От Михайловского. Поворотца можно принять. Этот мяч, но теряет равновесие. К большому сожалению, Александр Емельянов хотел сохранить себя на ногах. Но сейчас уже борется снова. Столяров здесь на правом фланге тоже прессует. Но навес вперед. Прием на грудь. Поборолся Рикардо. За этот мяч Рикардо Туричи. Но затем... Хорошо за туринскую команду, мне кажется, играть с фамилией Туричи. Но сейчас прессинг. И уже на позиции Либеро играет Павлов. Одна из самых дискутируемых вообще методик. Это игра ногами вратарей. Об этом некогда сейчас думать. Кузнецов на правом фланге. Есть возможность провести одну из, может быть, заключительных атак. Время идет. 37-я минута. Остается две с лишним до конца. Еще одна замена у Юве произойдет. Но уже позднее выйдет. 16-й номер. Это, я вижу, Вильям Мауру. Это есть такое ощущение, что, возможно, он имеет и вразильские корни. Кто его знает. Сейчас когда-то выясним. А может быть и нет. В конце концов, важнее гораздо другое. Важнее, чтобы прикрыли свой фланг. И вот прибежал здесь Чудецкий. Мне показалось, что сейчас Данилу Кузнецову подсказывал Дмитрий Васильев. Но в конечном итоге сейчас уже на свою позицию сместился Кузнецов. Пытается прессинговать по центру. Сильный навес направо у Юве. Даже чересчур, наверное. Петронелло бросился к мячу и сумел добраться. Петронелли. Хорошо, прощение. Ну и закончилось все тем, что мяч перехвачен футболистами Зенита. Время, конечно, тает стремительно в таком матче, в таких поединках, где его всего ничего, оно само собой понятно. На левом фланге держит мяч передачи назад. Вперед, разворачивается Рослав Михайлов. Думающий опорник, через который многое сегодня в игре складывалось, в том числе конструктивного пас на Кузнецова. Но он совсем в его зону предположительную пошел. Очень сложно было справиться. Туричи вновь на месте и вновь рядом здесь же Джорджи. Не настолько заметный во втором тайме, как в первом. Смещается Джорджи и передачу сделал направо. Тот самый случай, когда человека зовут так, что не сразу поймешь, где ими, где фамилия. Атака правым флангом опасная очень у Вентуса. Передача не получилась у Петранелли. Сейчас заблокировали ему зону даже для удара. Замахнуться нормально не мог и на всякий случай прилег. Южная школа, конечно, видите, даже такая условно-южная, региональная, она понятна. Все здесь очень чувствительные по долгу профессии. Если тебя чуть-чуть зацепили, ты должен обязательно упасть. Потерять равновесие чуть-чуть, хотя бы секунды три. Но поклянчить у судьи дисциплинарное изыскание для соперника. Уходит, кстати, один из самых заметных в втором тайме футболистов Рикардо Туричи. И, как уже обещано, Вильям Мауру вместо него появляется. Вот один из тех, кто выглядит действительно еще как ребенок. Да, очень много акселератов здесь в составе Ювентуса. Не раз мы это замечали. Времени все меньше. Тридцать девятая заканчивается. Одна минута основного времени. И совсем скоро узнаем, сколько добавлено. Две минуты добавлено, подсказывает ненавидный судья. Ну и совсем скоро увидим, каким будет эншпиль у «Зенита». Вот сейчас атака по центру пытается добраться. Немножко не вышло. Чуть-чуть не хватило пространства двенадцатому номеру Емельянова. Но затем подхватывает стойеров Емельянов. В касание по штрафной. Немного неточный получился у Кирилла Хвестухина. Перехват мяча. И вот Юви сейчас может нам доставить неприятности. По центру передача валится. На всякий случай. Стефано Лофрано. Один из вышедших на замену. И получает Маура, только что вышедший. Ну и вот уже пошло добавленное время, друзья. Ну вот почти, почти. Буквально там через двадцать секунд оно начнется. И сейчас видим, что Юви с мячом по-прежнему владеет. И вот тот самый дерзкий парень, писатель, впечатливший меня. Еще стоявший на кромке. Уже там и татуировки есть, и все, что положено. При этом не самой габаритной, но чувствуется эмоционально взрослее. И многих своих сверстников передача. Перехват мяча тоже не получился. Там восьмой номер поборолся. В конечном итоге. Матео Андреано, конечно, много сегодня момент создавал. Не то, что много реализовал. Через себя попробовал пробить там Петранелли. И вот здесь острый момент. Завозились с мячом. И фолл в атаке все-таки фиксирует судья. Не согласны с этим, понятно, туринцы. Есть возможность одну еще атаку провести, как минимум. У Зенита бежать. Кузнецову нужно, партнеров мало, но можно бежать самому. Смещается Кузнецов. И мяч прилетает все-таки к партнеру Михайловский. Ну почему снова себя не проявить по штрафной? Не ожидал этого Емельянов. Просто-напросто. Поэтому встал, не смог добраться до снаряда. Прием мяча. Четвертый номер разворачивается Альдуччо. Да, действительно, харизма у этого парня есть. И очень здорово увиделся сразу нескольких партнеров, справа боровшихся. Но не дали здесь пространство развернуться. Зенитовцы даже этому дерзкому Петранелли. Справили с ним, в том числе, Виктор Коврижников. Но и сейчас из-за боковой нужно вводить мяч. Совсем мало времени добавленное вовсю идет. И я думаю, что скоро мы увидим итоговый счет. Пока все складывается так, будто бы должна быть ничья. Но есть еще время на атаку. У Зенита точно перехватили пас вперед. Но не докатится мяч сам. Это, к сожалению, наивно этого ждать. Лоренцо Лучези свою зону все-таки нормально патрулирует. И не дал какому-то несчастью на последних минутах случиться. Но атака еще одна есть у Зенита. Кто-то очень хочет победить. Емельянов принять мяч, обработать. Но подскочили защитники. Хотя виловато обороняется Ювентус. Подустал, как-то странно, мне кажется, под конец передачи. А вот здесь Джорджи. А вот здесь его настиг Сталеров. Однако другой 19-й номер Лофрана высшим замену помог. Еще одна атака по центру Джорджи берет на себя. Похоже, последняя сила готов устрадить на удар неточный. В сетку ограждающий мяч попадает. А никак не в сетку ворот. И Павлов есть еще время попробовать зацепить последнюю атаку. Здесь время бежит не так быстро, как кажется. Но все-таки финальный свисток. И матч завершен. 1-1. Зенит набирает, наконец-то, очки на матче турнира памяти Юрия Андреевича Морозова. Тяжелый турнир, но масса, я думаю, что поводов для размышлений. 1-1. С таким счетом заканчивается сегодняшний поединок между Зенитом и Ювентусом. Матч, который, что действительно важно, прошел на равных. Ни в чем особенно именитые гости по представительству не произошли. Уже сразу же многим выговаривает, как мы видим. И тренер Ювентуса Пауло Бенуато. Там целая команда, понятное дело. Вот он сейчас очень недоволен, видимо, его крупным планом. Ясно, что ждал от своих большего. Хотел увидеть победу. Но ребята сегодня здорово справились. Показали свой лучший по результату. И по многим другим параметрам матч тепло друг друга приветствует, как мы видим, и футболисты команд соперников. 1-1. И давайте вспомним, что открыли счет футболисты Ювентуса. Великолепная комбинация. И Лоренцо Петранелли классным техничным ударом положил мяч в верхнюю девятку. Но, а потом, Зенит очень быстро ответил. И действительно очень красивая атака закончилась тем, что удалось отличиться уже Роне Михайловскому. Ну, вся комбинация была, что уж скрывать, хороша. И добились все-таки взятия ворот. Были шансы во втором тайме. Были моменты. Были, несомненно, шансы отличиться у других игроков на разных позициях. Чувствуется с каким-то ощущением недосказанности покинуть сегодня футболисты этот матч. Но смотрелись просто здорово. Особенно в первом тайме, где были забиты мячи. Ну, именно с точки зрения срелищности. А во втором, конечно, можно вспомнить мячи, которые не состоялись. Но было близко к этому. Был хороший момент у Зенита. Можно вспомнить и другие эпизоды, которые в нашей памяти, несомненно, останутся. Вообще, яркий довольно матч был. Но 1-1 закономерный итог с этими первыми очками. Команду Зенита, несомненно, поздравляем. Друзья, ну мы еще вернемся. У нас впереди еще есть, кто посмотреть. И совсем скоро будет Зенит ЦСКА классическое противостояние уже команд 17-летних. Так что не прощаюсь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...